Сегодня на настроения трейдеров влияют заявления из Соединенных Штатов по торговой сделке с Китаем. Ранее Ларри Кудлоу сообщил, что Америка и Китай приближаются к заключению торгового соглашения. Комментарии по сделке вернули трейдерам некоторый оптимизм, который поддерживает фондовые и нефтерынки, а также ведет к снижению иены и доллара. Сегодня с утра индекс доллара USDX, отслеживающий динамику курса доллара в корзине шести мировых валют основных торговых партнеров США, снижался на 0,03%. Котировка остановилась вблизи отметки 98.13. Оптимизм в отношении торговой сделки прервал нисходящее движение котировки доллар-иена. График развернулся вблизи отметки 108.30 и направился вверх, свидетельствуя о росте аппетита к риску. Данное движение можно рассматривать исключительно в качестве коррекционного. Технические индикаторы фиксируют сохранение медвежьего тренда для пары и возобновление движения пары на пробой уровня поддержки на 108.20. Австралийская валюта на фоне рисковых настроений также смогла скорректировать положение по отношению к американскому доллару подъемом на 0,11% до 0,6800. Но развить устойчивого ралли намеков от Кудлоу недостаточно. Очевидно, сегодня пара застрянет в боковике вблизи текущих уровней. А уже на следующей неделе ждем развития трендового движения котировки. Сегодня рынки будут следить за данными по инфляции и торговле еврозоны. Позднее в ходе торгового дня ожидается выход статистики по штатам. Вечером будут обнародованы данные по розничным продажам в стране в октябре, а также станут доступны данные по промышленному производству за прошлый месяц. Мы продолжаем следить за развитием событий на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самой актуальной информации на Форекс. До встречи!